Книга Ричарда Вумбрандта «Маркс и Сатана» Шестая глава. Духовная война. Подзаголовок. Маленькие и большие дьяволы. Согласно официальной пропагандируемой марсистской доктрине, ни бога, ни дьявола не существует. Оба они вымышлены. Якобы именно из-за этого христиане и подвергаются в коммунистических странах преследованиям. Однако газета «Красная Латвия. Победа коммунизма» сообщает о том, что в школах были созданы атеистические кружки, участников которых, обучающихся в 4-6 классах, называют маленькими дьяволятами. А семиклассников – слугами дьявола. В другой школе восьмиклассники носят имя «Верные дети дьявола». Таким образом, поклонение Богу запрещено, а поклонение дьяволу разрешено. И даже поощряется среди детей школьного возраста. Именно поклонение дьяволу было скрытой целью коммунистов, пришедших ко власти в России. В советском Витебске Зоя Титова, член молодежной коммунистической организации, была поймана за занятием черной магией. Во время рассмотрения ее дела на комсомольском собрании, девушку не исключили из рядов организации, хотя тех, кто приняли решение следовать за Богом, исключили. Коммунисты считают веру в Бога неприемлемой. За это «преступления» детей христиан изымали из семей и содержали в интернатах. Невероятно, но коммунисты хотели сделать поклонниками сатаны даже руководителей церкви. Сноска на страницу 75, номер 1. Газета «Победа коммунизма» Рига, апрель 1974 года. Литовскоязычное издание. Русский православный священник Платонов, антиеврейский агитатор, перешел на сторону коммунистов, за что получил должность епископа. Он стал Иудой, который выдал тайной полиции членов своей общины, прекрасно зная, как жестоко их будут преследовать. Однажды в автобусе он встретил свою сестру Александру, настоятельницу монастыря, уже много раз арестованную, очевидно, с подачи брата. Он спросил, почему ты не хочешь разговаривать со мной, разве ты не узнаешь брата? Она ответила, ты еще спрашиваешь, почему отец и мать переворачиваются в гробах, зная, что ты служишь сатане. Он официально, назначенный советским правительством епископ православной церкви, ответил, а может быть я и есть сатана. Издание «Православная Русь» писало, вскоре после прихода к власти коммунистов, Одесский православный собор, столь любимый одесситами, стал местом собрания сатанистов. Они также собирались в Слободке и в бывшем доме графа Толстого. За этим следует подробный отчет дьякона Сергея Михайлова о сатанинском поклонении в предавшей Бога живой церкви, так называемой, православной ветви, состоящей на служении у коммунистов. Служитель описывает сатанинское поклонение как, цитата, «извращение христианской литургии, во время которой для причастия используется человеческая кровь». Акты этого поклонения проходили перед Центральным алтарем собора. В Одесском музее атеизма экспонировалась статуя Бафомета. Ночью сатанисты собирались в музей для совершения этой статуи своих обрядов. Сноски на страницу 76. Номер 2. Анатолий Краснов. Левитин. Лихие годы. 1977 год. Страница 144-145. Третья. Журнал «Православная Русь. Сан-Франциско. 29-й». Номер за 1977 год. Поклонники сатаниста. Страница 9-я, 12-е русскоязычное издание. Можно понять, почему коммунисты арестовали священников и пасторов, обвиняя их в контрреволюции. Но зачем, например, в румынской тюрьме города Петеште они заставляли верующих совершать причастие человеческими испражнениями и мочой? К чему такое садистское углубление над религией? Почему во время заключения румынскому православному священнику Роману Браге коммунисты с железными щипцами вырывали один за другим все зубы, принуждая его хулить Бога? Коммунисты говорили Браге и другим подобным ему. «Если мы просто убьем вас, христиан, вы попадете на небо, но мы не хотим для вас венцов мучеников. Вы должны сперва проклесть Бога, а затем отправиться в ад». Подзаголовок «Религиозные непристойности». В румынской тюрьме Петеште одного из религиозных узников заставляли ежедневно принимать крещение, окуная его головой в парашу. А других заключенных христиан в это время принуждали читать молитвы, произносимые при обряде крещения. Во время религиозных праздников коммунисты устраивали кощунственные, так сказать, богослужения. Во время одного из них на семинариста надевали робу, насквозь пропитанную нечистотами, а на шею вместо креста вешали на веревке вырезанные из мыла фалос. Христиан избивали до потери сознания, заставляя склонять перед такими надругательствами над Христом колени. Поцеловав его, они должны были произносить священные слова литургии. Заключенных заставляли спускать штаны и садиться голым задом на Библию. Все это делалось сведомо высшего партийного руководства не менее двух лет. Что общего имеет подобное унижение людей с социализмом и защитой интересов пролетариата? Не являются ли официальные вывески коммунистической пропаганды всего лишь прикрытием для сатанинских кощунств и оргий? Считается, что марксисты – это атеисты, не верующие ни в небо, ни в ад. Однако во многих случаях марксизм срывает маску и показывает свое истинное дьявольское лицо. Сноски на страницу 77. Номер 4. Баку Петешти. Издана на румынском языке. Мадрид. 1963 год. Страницы 71 и 187. Каванту Руманес. Канада. Январь 1980 года. Румыноязычное издание. Коммунистические гонения на христианство невозможно объяснить человеческими мотивами. Неистовство этих преследований, переходящих всякие пределы, демонстрирует свою явно дьявольскую природу. В румынских, а также в советских тюрьмах монахинь, не отрекшихся от веры, насиловали. А девушек-баптисток заставляли заниматься оральным сексом. Многие заключенные христиане умерли мученической смертью, однако даже это не удовлетворяло коммунистов. Используя методы Люцифера, они нередко добивались того, что, умирая, мученики произносили богохульство, находясь в состоянии бреда, спровоцированного пытками. В своих работах Маркс писал о пытках только один раз. Многие его последователи подвергались пыткам со стороны царских властей России. Поскольку Маркса обычно называют гуманистом, можно было бы ожидать, что он писал о такой отвратительной практике с ужасом. Однако его единственным комментарием был, цитата, «Уже одни только пытки дали толчок к остроумнейшим механическим изобретениям и обеспечили работой множество почетных ремесленников». Конец цитаты. Пытки приводят к гениальным изобретениям. Это все, что мог сказать по этому вопросу Маркс. Неудивительно, что марксистские правительства превзошли в деле пыток своих противников и все остальные правительства. Одно это доказывает сатанинскую природу марксизма. Марксизм, основан также на ненависти к Богу. В 1923 году в Советском Союзе в присутствии Троцкого и Луначарского были проведены так называемые показательные судебные процессы над Богом. И такая позиция Богу и Его народу существовала не только в прошлом. Сноски на 78 страницу номер 6. Герман Гартфельд, Ирина. 1981 год. 7. Карл Маркс. Теория прибавочной стоимости. Станиста 375. 8. Эл. Регельсон. Трагедия русской церкви. В Советской Литве осквернения сатанистами католических церквей произошли в 1970-х годах в поселках Упына, Дотнува, Занайчо, Калвария, Седе и другие. Последняя, о которой нам стало известно перед завершением работы над этой редакцией книги, имела место 22 сентября 1980 года. В книге «Психиатрическая больница номер 14 Москва» Георгий Федотов рассказывает о своем разговоре с психиатром доктором Владимиром Левицким об арестованном христианине по имени Аргентов. Врач говорит «Вы тянете своего друга Эдуарда к Богу, а мы к дьяволу, поэтому я использую свою власть психиатра, чтобы лишить вас и ваших друзей доступа к нему». Во время допроса секретной полиции Мапуту в коммунистическом Мозамбике офицер сказал христианину Салу Даке М-де-Бали «Мы хотим убить твоего Бога», он поднес к риску арестованного пистолет «Это мой Бог, с ним мне подвластны жизнь и смерть, если твой Бог придет сюда, я сам пристрелю его». В городе Кьясо в Анголе коммунисты убивали животных прямо в церкви и разбрасывали их головы по алтарю и кафедре, выкрикивая «Вот Боги, которым вы поклоняетесь!» Пастор Аурельо Чиканха Саунге был убит вместе со 150 прихожанами этой церкви. Во время убийства литовского католического священника Евгения Васикевича его рот был набит хлебом. Явный сатанинский ритуал. Сноски к странице 79, 9. Издание «Катакомбы», Франция, сентябрь 1980 год. 10. Салум де Беле «Боевик за Христа», страница 9, 10. 11. Швейцария, февраль 1981 года. Издание «Влияние». 12. Хроника Литовской католической церкви, информационные издания, регистрировавшие нарушения прав верующих и сообщающие о протестах против этих нарушений, номер 44, 1981 год. 13. Священник Дудко о нашем уповании. Париж, 1975 год, страница 51. Советская газета «Вечерняя Москва» однажды проговорилась. 14. Мы боремся не с верующими и даже не с духовенством. Мы боремся с Богом, чтобы вырвать у него верующих. 15. Бороться с Богом, чтобы вырвать у него верующих – это вполне логическое объяснение борьбы, которую коммунисты ведут против христианства. 15. Нас не удивляет это высказывание из советской газеты. Маркс говорил об этом еще в книге «Немецкая идеология», называя Бога абсолютным духом. 16. Как и его учитель Георг Гегель, он писал, мы заинтересованы в очень любопытном вопросе – разложение абсолютного духа. 16. Оба слова с большой буквы. 17. Его волновала не борьба с ложным вероучением о несуществующем Боге. Он верил, что Бог существует и хотел, чтобы этот абсолютный дух разложился, подобно многим узникам коммунистов, приговоренным к тому, чтобы сгнить в тюрьмах. 18. В Албании священник Стефан Курги был приговорен к смерти за крещение ребенка. В Красном Китае и в Северной Корее обряды крещения до сих пор проводятся тайно. 18. На заседании суда над митрополитом Вениамином из Ленинграда прокурор заявил, что вся православная церковь является подрывной организацией. 19. Собственно говоря, вся церковь должна сидеть в тюрьме. 20. Единственная причина, по которой все христиане Советского Союза не сидели в тюрьмах, заключается в том, что коммунисты оказались недостаточно сильны. 21. Однако их желание искоренить христианство было неудержимым. Не будучи обузданными Духом Божиим и наделенной силой зла, они действительно могли бы уничтожить всю землю, включая самих себя. 22. В Советском Союзе крещение было разрешено только после получения специального разрешения. 23. Лица, желающие принять крещение или крестить своих детей, обязаны были предъявить представителю церкви документы, а тот, в свою очередь, был обязан информировать местной власти. 24. Результат – преследование таких верующих. 25. Колхозники, долгое время вообще не имевшие паспортов, могли крестить своих детей только тайно. 26. Многие православные священники и протестантские пасторы за совершение обряда крещения были заключены в тюрьмы. 26. Борьба коммунистов с крещениями – следствие свидетельства убеждения его пользы для души. 27. Государства, основанные на нехристианских религиозных принципах, такие как Израиль, Пакистан и Непал, противодействуют крещению, чтобы защитить собственные религиозные догмы, поскольку крещение является наглядным знаком присоединения к так называемой чужой вере. 28. Однако для атеистов, каковыми провозглашают себя коммунисты, крещение ничего подобного означать не должно. 29. Оно не может, с их точки зрения, ни повредить, ни быть полезным. 29. Почему же коммунисты так яро выступают против него? 30. Потому что они, сказано, борются с Богом, чтобы вырвать у него верующих. 30. На самом деле, их идеология черпает вдохновение вовсе не в безбожии атеизма, а в горькой ненависти к Богу. 31. Среди других целей, любил повторять Ленин, мы создали нашу партию специально до борьбы с любым религиозным обманом народа. 31. Под заголовок «Оккультные практики». 31. Каждый, кто желает больше узнать о связи между марксизмом и оккультизмом, должен прочесть книгу Шейлы Острандер и Лин Шредер «Психические открытия за железным занавесом». 32. Читатель наверняка будет удивлен, узнав, что коммунисты Восточной Европы далеко обогнали Запад в исследованиях сатанинских темных сил. 33. В Москве был арестован доктор Эдуард Наумов, член Международной ассоциации парапсихологов. 34. Московский физик Регельсон, еврей-христианин, выступивший в защиту Наумова, так говорит о причинах его ареста. 35. Наумов пытался найти средства сохранить психическую сферу жизни свободной от контроля злых сил, 36. Который использует парапсихологию в качестве нового оружия для подавления души человека. 36. В Чехословакии и Болгарии коммунистические власти тратили на секретные исследования в этой области крупные суммы денег. 37. Железный занавес прочно скрывал от Запада то, что происходило в 20 институтах парапсихологии Советского Союза. 38. В советской газете «Комсомольская правда» была опубликована большая статья о гипнотизерах, помогавшим людям возвратиться, так сказать, в прошлое. 39. Для этого они использовали следующие слова. 40. Вы спускаетесь под землю все глубже, еще глубже. Вы и земля становитесь одним целым. 41. Вы глубоко под землей. Вы окружены густой тьмой. Вокруг вас вечная ночь. 41. Теперь вы приближаетесь к пятну света, которая становится все ближе и ближе. 42. Вы пробираетесь сквозь маленькую дыру в небо, оставляя свое тело глубоко под землей. 42. Вы преодолеваете границы времени и возвращаетесь в свое прошлое. 43. В таких статьях читателя как бы информируют, не разделяя точку зрения о существовании потусторонней жизни. 43. Однако, что подумали бы читатели о редакторе журнала, постоянно печатающего провокационные статьи и похотливые иллюстрации из плейбоя, оправдываясь, что он не согласен с их содержанием. 44. Даже советские писатели утверждают, что такая, так сказать, машина времени не является научной фантастикой или трансперсонализм предлагает путешествия во времени. 44. В сатанинских ритуалах все молитвы произносятся от конца до начала, и священническая одежда одевается наизнанку. 45. Инверсия – это закон сатанизма. Она применима также к дактрине реинкарнации. 44. Ссылки на страницы 8182. 44. Игорь Шафаревич. Законодательство о религии в СССР. Париж. 1974 год. Страница 6771. «Шейла Острандер и Лин Шредер. Психическое открытие за железным занавесом». 16. Новое русское слово. Нью-Йорк. 30 июля 1975 года. Парапсихология в СССР. Страница 2. Русскоязычное издание. 17. В противоположность тому, что последователи индуизма обеспокоены своим будущим перевоплощением и постоянно пытаются усовершенствовать себя соответственно тому, что они считают заповедями Бога, сатанисты предлагают возвращение к прежним воплощениям. Их не волнует будущее в вечности. 17. Под заголовок «Марксизм как церковь». 18. Как сатана подступил к Иисусу, цитируя стихи из Библии, так и Маркс использовал тексты Писания, хотя и сильно искажая их. 19. Предисловие к своему труду под названием «Святое семейство», открывающее полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, автор начинает со слов Иисуса, обращенных к ученикам. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 тух. 20. Дух животворящий, плод же немощно, после которых мы читаем дальше. 21. Критическая критика, сноска его критика всего сущего, так возлюбила массу, что послала на землю своего единородного сына, сноска Маркса, дабы все те, которые уверовали в него, не погибли, а обрели критическую жизнь. 22. Критика сама становится массой и пребывает среди нас, и мы видим ее величие, подобно величию единородного сына Отца Небесного. 23. Она не видит никакого кощунства в том, чтобы уподавляться Богу. 24. Она отчуждает самую себя, принимает образ переплетного мастера и унижается до бессмыслицы, да еще какой, до критической бессмыслицы на иностранных языках. 24. Те, кто знает Писание, признают это пародией на вебилейские стихи. 25. Евангелие от Иоанна 3, 3 глава 16 стих, 1 глава 14 стих, послание к филиппийцам 2 глава 6, 8 стих. 25. Маркс заявляет, что его собственные произведения – это бессмыслица, а также свинские книги. 26. Марксизм – это новая религия, которая даже прибегает к Писанию. 27. Писание с большой буквы. 28. Его основа – работа Маркса «Капитал», которую Энгельс назвал «Библией рабочего класса». 28. Маркс считал себя папой социализма или, скорее, коммунизма. 29. Коммунизм, цитата, «Гордится своей непогрешимостью. 29. Всех, кто выступает против коммунистического, так сказать, вероучения, выражения, используемого Энгельсом, отлучают». 29. Маркс писал «Бакунин должен остерегаться, иначе мы его отлучим. 30. Память тех, кто умирают, служа, цитата, высоким идеалам марксизма, чтят, как, цитата, бессмертных мучеников, у марксизма также есть свои таинства, торжественный прием в детскую организацию «Октябрят», торжественные клятвы, вступления в пионеры, так сказать, после которых идут более высокие степени посвящения в комсомол и коммунистическую партию. 31. Исповедание заменяется публичной самокритикой перед собранием членов партии. 31. Почему коммунизм так привлекателен? 31. Марксизм – это своеобразная церковь. Он обладает всеми характеристиками церкви. 32. Тем не менее, его бог с маленькой буквы не назван в популярной литературе. 33. Но, как видно из приведенных в этой книге доказательств, его богом с маленькой буквы вполне очевидно является сатана. 34. Странно, что хотя марксизм имеет явно выраженный сатанинский характер, многие церкви свободного мира не рассматривают его как угрозу. Ниже приведены любопытные статистические данные по этому вопросу. Сноски к 84-й странице. 18. Бакунин – сочинение, том 3-й, страница 206-19. 19. Цитировано по Арнольду Кюнсли «Маркс. Психография. Вена, 1966 год», страница 403. 20. Полное собрание сочинений «Карммарсфрендрих Энгельс», Берлин, 1974 год, 27 том, страница 107. Там же страница 351, Конрад Лев, 22 ссылка «Почему коммунизм захватывает» 1983 год, немецкий институт Верлок. На вопрос, заданный преподавателем семинарии в США «Может ли человек постоянно быть хорошим членом вашей конфессии и придерживаться марксизма», представители разной конфессии ответили «Да» в процентном отношении. Епископальная церковь 68%, лютеранская 53%, пресвятерианская 49%, методистская 49%, церковь Христа 47%, паптистская 44%, католическая 31%. Как печально, что те, кто следует истине, ведутся на обман тех, кто служит отцу лжи. Сноска на 85-ю страницу, номер 23. Христианские новости, 4 марта 1985 года. Конец шестой главы.